Так вот, давайте определимся, что находится на мониторе моего компьютера. На мониторе моего компьютера находится мой замечательный, в смысле вообще замечательный человек, Гарри Гаррисон. Он написал очень много классических, вкусных, фантастических романов. И это не я говорю, это говорит тот, кто читает Гарри Гаррисона. Есть такой товарищ. Это вся суша планеты. Личные антенны спутниковой связи, их сигналы не принимают. Замечательно, я не громко рассмеялся за шнуровые ботинки из мягкой кожи. Газета нас до поры не интересует, ведь саботировать работу каждой чертовски утомительно. И вообще самое популярное средство массовой информации на планете – телевидение. И самое уязвимое нам нужны. То есть, понятно, да? Что это было за произведение? Это произведение называется «Крыса из нержавеющей стали рвется в президенты». Как вы прекрасно понимаете, в 1982 году в Соединенных Штатах Америки был уже интернет. Не слышали? Понимать-то вы должны. Возьмите, пожалуйста, Википедию, откройте и поймите, о чем идет речь. То есть, первоначальный и самый грамотный поисковик – это далеко не Google. Естественно, он вообще откуда появился? Первоначальный и самый грамотный поисковик – это Америка Онлайн. То есть, это первоисточник. Естественно, там есть все. И человек Гарри Гаррисон, который написал эти романы, прекрасно понимал, что такое телевидение. Что такое телевидение в моей части – то. То есть, в принципе, с 1995 года я занимаюсь и вам готовлю эти самые грамотные сюжеты. С 1995 года. То есть, сейчас 2023 год. То есть, 28 лет я лично вам даю информационную рекламную кампанию. Потому что я первый сделал рекламный сюжет в городе Магнитогорске. То есть, мало того, кто перед вами находится? Да, тот самый человек, который и жил в эпоху перемен. То есть, на мне поменялись два лучших и осознанных людьми. Мировоззрение – это коммунизм, который мы забыли почему-то. И вот этот странный непонятный капитализм. Мало того, в эту процедуру времени я и работал. Я начинал работать в 1986 году. Когда стало возможным заниматься различными структурами под названием… А, кстати, они были и раньше. Артели кооператива. Есть некоторые специалисты в городе Магнитогорске, которые купили кооперативные дома. Правда, там ценники были не такие, которые сейчас. Сейчас. А тогда было все прикольно. Так вот, что мы будем говорить об этой самой теме? То бишь, или вы думаете, что все, что произошло, я не предвидел? Зря. То есть, я предвидел и думал, что возможно это случится. Я смотрю и думаю, почему мы сейчас перестаем развиваться то. А этого делать то не надо. То бишь, этот материал для тех, кто сейчас еще заканчивает школу, думает об институте и думает, как заработать деньги. Так, как вам сказал мой любимый Гарри Гаррисон, круче телевидение – это ничего. Круче меня уже наверняка нет ничего. Мало того, когда вы посмотрите мои сюжеты в оконцовке, вы можете по моему телефону мне позвонить. И мы с вами все разберемся, как вы можете свободно зарабатывать деньги. Давайте все-таки определимся. Понты когда-нибудь решат. И когда-нибудь они будут у вас. Но первоначально, что сейчас городу Магнитогорску, да и вообще городам России необходимо. Давайте все-таки определимся, что на обед, ужин и завтрак человек не должен тратить больше 100 рублей. То бишь, когда у вас возникает проблема, что чебуреки стоят 75 или 80 рублей, я ничего-то не доезжаю. Они всегда стоили как второсортный кусочек хлеба. Ну, булка хлеба. То есть, раньше второй сорт хлеба стоил, второй сорт, не первый, который стоил 24 рубля. 24 копейки, да. Не черный, который стоил 22 рубля. А второсортный слой хлеба, он стоил 16 копеек. Столько раньше стоили чебуреки. Сейчас, давайте определимся, что топовые, это все-таки 20, так, сейчас скажу сколько, 41. Ну, просто определившись ценой, ваш чебурек, если будет стоить, ну, грубо говоря, 36 рублей, то есть ценник тупо обрубаем в два раза, ну, примерно. И ими кормим. То есть, человек может спокойненько поесть либо качественные две порции пельменей, качественные, большие, вкусные. А потом закусить его чебуреком, это все вы можете делать. Не понимаете, да, зря не понимаете. То есть, мысль о чебуреках у меня еще возникала, как только все это дело развалилось. Да, я собирался делать чебуреки. Да, я делал пельмени. Вы не думайте, что в голове моей опилки, далеко не опилки. Ну, трехтелки с опилки, это да, тоже есть. Но, тем не менее, я этим делом занимаюсь. Другой вариант вопроса. То есть, почему у нас, когда все машины ездят на газу, такие ценники на переезды, то? Я сейчас объясню. То бишь, это было 1980 год, дорога с правды 34 до вокзала стоила 1 рубль. 1 рубль. То бишь, вы сейчас можете сделать свое предприятие, которое вам принесет гадочную прибыль. И вы будете зарабатывать больше, потому что ценники вы опустили в 30%, и тогда все пойдут к вам, естественно. И заказов будет больше. Тут мысль-то простая. Чем больше заказов, тем больше прибыль. Логично? Ну, это же логично. Или вы не понимаете меня? Зря, кстати, вы меня не понимаете. Есть одна женщина, которая работает со мной, логично. То есть, мы занимаемся электросилой. Электросила есть в каждом моем месячном сюжете. Да, это красиво и ровно. Человек понимает, и мы тихонечко капнем. Также мы можем делать это и для вас. То есть, я вам уже показал три варианта. Есть еще много других вариантов. Вы не думайте, что здесь все сложности. Здесь далеко нет сложностей в природе своей. Или вы захотели продавать автомобили. Легко. Легко. Какие сейчас нужны автомобили? Выкиньте все. Выкиньте висит бред. Город Магнитогород. Город не такой же большой. В принципе, автомобили с пробегом до зарядки и после зарядки 150 километров, которые стоят в Китае 2000 долларов, вы можете привезти. Электромобили. Берете газель, ну, подлиннее. Не такую стандартную, а такую, чтобы 5 метров туда входило. И, грубо говоря, в эту газель вы внедряете 5 автомобилей. Ну, один вы поделитесь со мной. Мы вам сделаем качественную рекламу о том, что вот это есть гарамотный вариант. Как можно на небольшом автомобильчике пересекать в городе Магнитогород. Небольшой, красивый, ровненький. В большем количестве, чем 4 человека, он вам и не нужен. Они все практически такие. Даже те, которые с двумя дверями есть. Есть такие. И они стоят 2000 рублей. Не верите? Не буду сейчас показывать. Есть такое понятие, называется made in china.com. Electric cars. Воткните и посмотрите. Никаких проблем. Просто при... И, кстати, растаможечки пока нету. Ой, нету никакой растаможечки. Да, да, да. И вот эти машины ценой вопроса, ну, грубо говоря, там это копеечки. Мы это сделаем немножко чуть выше, чтобы вам дело было приятно. И людям было бы с большим удовольствием вы будете продавать. То бишь, мозги есть. Я делюсь своими мозгами вместе с вами. Даже если что-то необходимо сделать, мне говорят ценники. Я говорю, окей, ценники для стартаперов это будут 4000 рублей за один сюжет. Четыре-разовый мы его в эфире покажем в течение месяца. Это вполне достаточно. Вот о чем нужно думать. Если у вас возникают дивные мысли, вы можете по моему телефону позвонить. Мы вместе с вами определимся и сделаем. Когда мне говорят, что у нас все сложно и ничего хорошего не существует, я говорю, во-первых, это бред сивой кобылы. В свое время город Магнитогорск раскупили практически все первые этажи. И съездите, да посмотрите везде и всюду. Аренда, 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 аренда. В некоторых случаях и продажи. То есть, если у вас бизнес хорошо потек, то вы можете это целиком купить. Риэлторских контор и контор по ипотеке, как у дурака Махорки. Вот в чем идет речь. Старайтесь и показывайте, что вы в гордом одиночестве или когда у вас несколько человек. Ну, лучше, конечно, общаться, когда это все-таки семейный бизнес. То есть, вы, оформив на себя, к слову, о том, что вы вряд ли, мужики, особенно, не доживете до пенсии. 65 лет, чтобы магнитогорцы зажили. Мне уже приговор-то написали в 39 лет. Это я сейчас просто работаю для вас и вам это дело показываю. Что жизнь-то продолжается. Жизнь продолжается. И вот еще один последний вариант. Очень красивый и ровный. Таких вариантов в действительности очень много. Очень много вариантов. Говорите, мы это сделаем. Никаких проблем. Ставьте себе принтеры цветные. В смысле, 3D, которые принтеры. Что-нибудь делайте. Никаких проблем не возникает. Вы не думаете, да все, что угодно делается. Берем и делаем. Берем и делаем. Берем и делаем. К слову о том, что в городе Магнитогорске вы себе сейчас не можете купить качественный компьютер. Поверьте мне, у меня стоит компьютер 2006 года с одним гигабайтом памяти. Мне для интернета его хватает. И для работы хватает. Да-да-да-да-да-да. Так вот этот компьютер должен стоить в районе 5000 рублей. Ну, качественный. То есть, взяли что-нибудь дешевенькое, посмотрели, почистили, термопасту поменяли, новый блок питания воткнули, винт нормальненький воткнули. Надо будет, еще две поставили. Это небольшие проблемы. Чтобы для нормальной работы вам этого хватило. Вы взяли за два с половиной или за полторы тысячи рублей, вложили туда полторы тысячи рублей, две тысячи – ваша прибыль. Но чем же это не ваше удовольствие, которым вы ни с кем не будете делиться? Потому что, как человек, который работает на себя, небольшое количество денег вы можете потратить. Но это всего лишь небольшое количество денег. И вот ваше удовольствие. И вот ваше удовольствие, и вот ваше качество. С кем вы можете работать? Звоните, делайте. Подумаем, придумаем и сделаем это дело красиво. Качественно я вам продемонстрировал. Я думаю, качественно и с умом. Потому что я вижу вас. И не каждый первый у нас балбес. Далеко нет. Вы – наше будущее. Я для вас пытаюсь это сделать. Продолжение следует.